Что ж, последний мой ролик об Украине назывался «Украина приплыли», и вы, наверное, поняли мое разочарование и мои пессимистичные взгляды в сторону Украины. К сожалению, весь мой оптимизм и все мое воодушевление закончилось. Я все еще надеялся до последнего, что, возможно, выбор Зеленского был ошибкой, и теперь не дадут пройти его партии, но все оказалось еще хуже. Дело даже не в том, что они набрали 40% голосов, но и то, что оппозиционный блок во главе с Медведчуком набрали почти 13%, больше, чем партия Порошенко, где даже в названии стоит европейское направление, европейский вектор. И слова Порошенко сказаны о том, что, к сожалению, несмотря на 5 лет борьбы, все-таки мало кто из украинцев выбирает направление в Европу, а это значит фактически автоматически разворот в сторону России. Очень печально, что такое положение вещей. Также удивили меня два последних ролика Романа Цымбалюка. Я представляю, что сейчас опять начнется в комментариях. Но у меня такое ощущение, что его там во время его многочисленных российских ток-шоу, наверное, покусал русский мир, потому что в одном из своих роликов он опять же начинает обвинять Запад в том, что Украина пытается произвести реванш русского мира на своей территории, а Запад, так сказать, во всем этом виноват. Ну и второй ролик Цымбалюка заключается в том, что мудрый украинский народ, конечно же, сделал правильный выбор. В этом еще нужно разбираться, был ли выбор правильным. Но сейчас статья Лидии Шевцовой – это такой всегда взвешенный взгляд на проблему. Возможно, даже ее взгляды несколько отличаются от моих. Я еще не читал эту статью, сейчас начну ее озвучивать для вас. И если у меня появятся мысли по мере прочтения, в конце я выскажу свое мнение по этому поводу. Итак, Лидия Шевцова обычно не скатывается в такой пессимизм, как у меня, и в то же время не питает слишком больших иллюзий в отношении Украины и России. Посмотрим, что она написала. Переболеть Украиной России не удалось. Эта болезнь превратилась в системный синдром. Украину нужно или возвратить, или отомстить ей. А лучше и то, и другое. Сегодня, однако, может возникнуть впечатление, что у России появилась возможность отыграться за все унижения, которые доставил нам удравший младший брат. Европа от Украины устала, своих проблем по горло, украинцы устали от войны. Президент Зеленский хочет примирения, и его неопытность открывает перспективу его одурачить. Украинские олигархи хотят договорников с Россией, близкая им по духу и ремеслу страна. В Украине без помех действует пророссийская оппозиционная платформа «За жизнь» во главе с Медведчуком, который получил право использовать новый ресурс российского президента. Вот тот момент, когда можно накинуть шлею строптивой окраине. Но в том-то и дело, что внешнее впечатление может быть обманчивым. А пауза не всегда означает откат назад, ибо пути назад просто нет. Да, Запад хочет выйти из конфронтации с Россией из-за Украины, но не загоняя НАТО обратно в гараж, а напротив, укрепляя НАТО на подступах к России. Украинцы хотят мира, но не любой ценой. Опросы говорят, что 49% украинцев готовы к компромиссам по Донбассу, но без сдачи позиций. Так, 66% украинцев против донбасских выборов на условии сепаратистов, 58% против создания силовых структур из местных кадров. Особые отношения сепаратистских республик с Россией считают неприемлемы 53% украинцев. Только 12% украинцев поддерживают автономию сепаратистских республик. Короче, большинство украинцев против российской идеи мира с Украиной. И как Киев сможет пойти против большинства? Да украинцы сметут любого президента, если он попытается принять российскую игру. Заметим, что все партии, кроме пророссийской платформы, которые войдут в Новую Раду, выступают под реформаторскими и европейскими знаменами. Даже 42% электората пророссийской оппозиции готовы к лишениям во имя реформ. Так что вряд ли есть основания говорить о победе России, которая участвовала в украинских выборах под вывеской оппозиционной платформы. И пока набирает 12,5% голосов. Особенно если учесть затраченные ресурсы, включая Владимира Путина и даже фильм Оливера Стоуна. Пророссийская фракция получит свой загонщик в украинском парламенте. Но что она сможет сделать? Разве что консолидировать антироссийский формат и мешать президенту Зеленскому занимать примиренческую по отношению к Москве позицию? Ведь не захочет же он бегать в порученцах у Медведчука. Между тем, зацикленность России на Украине – это сигнал о российском неблагополучии. Речь не только о том, что Украина – в кавычках личный проект президента Путина, который не может себе позволить проиграть. Речь идет о гораздо большем. Первое. О поиске Кремля способа отвлечь внимание от российских проблем, которые Кремль не способен решить. Второе. О неспособности власти сформировать новую национальную идентичность. Третье. О попытках Кремля сохранить буферную зону между Россией и Европой, которая бы предохраняла Россию от западных веяний. Четвертое. О формировании слоя стервятников, который паразитирует за счет украинского нарратива. Но самое главное – это то, что Украина у нас все еще воспринимается как критерий и гарантия державности. Превращение Украины в маниакальную идею фикс России говорит о том, что ни российская элита, ни российское государство не чувствуют себя полноценными, потеряв Украину. Украина для России – это не просто фантомная боль, возвращающая нас в прошлое. Российская реакция на Украину говорит о нашей надломленности и неспособности думать о будущем. Любой мир с Украиной в глазах Кремля может произойти только через возврат Украины в российские объятия. Но как вернуть Украину, если между нами 13 тысяч погибших украинцев? Даже если нас не волнуют погибшие граждане России, помните псковских десантниках, о которых писал Лев Шлозберг? Так вот, пролитая кровь создала новую реальность. В этой реальности российская государственность может стать жизнеспособной, а правящая элита покончится своими комплексами только если мы избавимся от одержимости Украины. Нам давно пора возвратиться к нашим делам. Лидия Шевцова Ну что ж, замечательная статья, лучше, чем я мог предположить. И, как мы видим, у нее оптимистичный взгляд в сторону Украины. Она верит, что Зеленский будет действовать независимо и не будет на побегушках у Медведчука и прочих олигархов. В этом я с ней не согласен. Я по-прежнему считаю, что Зеленский это проект. Я не считаю его независимой фигурой. И я знаю, да, я знаю, господа украинцы, как вы все еще верите, что вот сейчас, когда у него полнота власти, вот теперь, как говорится, начнется. Что ж, если Зеленский окажется вашим новым Саакашвили-реформатором, я, пожалуй, лично принесу извинения. Но боюсь, я очень боюсь, что этого не будет. Слишком многое показывает на то, что происходит медленный, но уверенный разворот как раз-таки в объятия в сторону России. Поживем, как говорится, увидим. Надеюсь, я окажусь неправ.